МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас время пролетает очень быстро. Мы не успеваем ответить на все вопросы, которые к нам сюда поступают. Сегодня мы, естественно, говорим о машинах, о вопросах выбора, о том, какие лучше, какие хуже. Конечно, я об этом ничего не знаю, но есть сегодня Олег. И сегодня мы говорим не обо всех машинах, сегодня мы все-таки посвятим наш эфир внедорожной технике, тем более пользуясь поводом, который у нас для этого есть. Буквально на днях в Москве завершился конкурс «Внедорожник года», партнерами которого мы являемся. И, собственно, я даже был в составе жюри, хотя по-прежнему понимаю автомобили гораздо меньше, чем ты. И мы проголосовали за разные автомобили, какие есть. Интересно сегодня поговорить о том, что выбрали в этом конкурсе. Кстати, мой коллега Андрей Леонтьев этот конкурс вел, как признанный эксперт тоже автомобильного рынка. В этом конкурсе выступает, ну, как бы любой автомобиль оценится двумя жюри. Есть жюри профессиональные, состоящие из журналистов, не продажных абсолютно. И жюри большое – это, собственно, все те, кто на этих машинах ездит, кто их выбирает, кто их покупает. То есть это все граждане, которые пользуются этими машинами. И у нас там есть несколько разных моментов, кто, собственно, победил. Так, пробежимся немножко по итогам этого конкурса. В номинации «Классический внедорожник» по мнению профессионального жюри в этом году победил «Ниссан Патрол». По мнению большого жюри победил «Джип Рэнглера». Дальше у нас было «Сюви». В номинации «Сюви» победил, по мнению профессионального жюри, любимый нами с тобой «Лэнд Ровер Дискавери» третий. А по мнению большого жюри победил «Тойота Лэнд Крузер 200». Это, видимо, как раз те люди проголосовали, которые уже выстрелились в очередь на полтора года за это. Полноразмерный «Кроссовер» лидирует, по мнению профессионального жюри, в этой номинации «БМВ Х5». Большое жюри отвело место на пьедестале «Вольво XC90». Вот какие странные по концепции машины. Номинации «Кроссовер» победила, по мнению профессионального жюри, еще одна «БМВ Х3». Большое жюри тоже отдало свои приоритеты автомобилю большой группы «Форд». В этот раз «Лэнд Ровер Фрилендер». Ну, время бывшее было. «Лэнд Ровер Фрилендер 2». В пикапах профессиональное жюри выделило «Ниссан Навару». Большое жюри решило, что победить должен «Митсубиси» «Л200». Универсал повышенной проходимости, по мнению профессионального жюри, лучше всего «Ауди А6 Олл Род». Кстати, первый «Ауди», который вместе с «Олл Род», называется «А6». Раньше это был «Ауди А6», а «Ауди Олл Род отдельные, разные машины». По мнению большого жюри, «Субару Аутбек». Премиум-класс. Профессиональное жюри выделило «Рейнж Ровер». Большое жюри, собственно, люди выделили «Лексус ЛХ570». Это, видимо, те же люди, которые стоят в очереди, решили отметить. Ну и в номинации премьера года Toyota Land Cruiser 200 победила по всем показателям, и зрители выбрали, собственно, читатели разных журналов, и, собственно, и профессиональное жюри тоже выделило Toyota Land Cruiser 200. Что именно оценивалось, я, честно говоря, вот я имею в виду большим жюри, что оценивалось дизайн, длина очереди, ну что именно заставило это назвать премьерой года, но, тем не менее, конечно, премьера долгожданная, и у многих она уже, как бы, ну, что называется, на слуху. Теперь перейдем к тем вопросам, пока нам не успел никто дозвониться, я напомню, что мы с Олегом сегодня в прямом эфире, как всегда, ждем звонков с вашими вопросами по телефону прямого эфира, ну и, естественно, ждем ваших смс-сообщений. А начнем с тех вопросов, которые к нам уже пришли на сайт. Был RAV4 у Ивана из Таганрога, с правым рулем, хочет машину с полным постоянным приводом, сейчас стою перед выбором, что лучше, надежнее и комфортабельнее, Nissan X-Trail или Honda CR-V, конечно, новая из автосалона, а не БУ. На эту тему у нас даже есть видео, чтобы два раза не говорить одно и то же, я попрошу, наверное, поставить сейчас этот сюжет, и так смотрим. По дороге из Москвы в Сочи есть такой тренировочный участок, называется Воронежское море. До Черного ему, конечно, далеко, но на первое время сгодится, тем более, что температура здесь аж на целых 8 градусов, выше, чем в столице. Уже неплохо, тем более, что по приезду в Сочи ожидается еще где-то увеличение градусов на 8. А что здесь примечательного, есть такой замечательный песчаный карьер, где можно проверить возможность своего кроссовера. В этом плане Honda CR-V и Nissan X-Trail немножко по-разному энерговооружены. На Nissan есть возможность настраивать трансмиссию хитрым ниссановским способом. Называется 4х4 All-Mode интеллектуальная система трансмиссии. В этом плане он, конечно, выигрышный, но колеса здесь подкачали, слишком узкий, слишком невыраженный профиль. Поэтому Honda, несмотря на то, что она вооружена в плане внедорожности гораздо слабее, показывает здесь чуть лучшие результаты. Но, тем не менее, оба автомобиля уверенно преодолевают такие препятствия. Так что, если по приезду на настоящее море возникнет желание куда-то заехать в горы или труднодоступные места, то, я думаю, эти два автомобиля такую возможность своим владельцам предоставят. Песок, пожалуй, самое тяжелое испытание для автомобиля. Чуть не добрал или чуть перебрал с газом, и все, машина крепко, всеми четырьмя колесами окажется в песчаном плену. Трансмиссия X-Trail, конечно, облегчает борьбу с песком. Но моторчик откровенно слабоват. Порой ему не хватает момента, и машина пытается заглохнуть в самый неподходящий момент. Но к этому недостатку можно привыкнуть. Достаточный дорожный просвет превращает X-Trail в уникальный автомобиль для путешествий. Не только по дорогам. У «Хонды» нет такой полезной штучки, как возможность вручную повысить проходимость. Но для этого есть автоматика. И стоит признать, что она очень неплохо справляется со своей работой. Психологически немного тяжело довериться машине, когда чувствуешь, что передние колеса начинают пробуксовывать. Уже ждешь неприятностей, но в этот самый момент подключается мост задний. Блокировка межосевого дифференциала на «Хонде» и «Арвине» предусмотрена. Но бездорожье в варианте «Лайт» машина преодолевает без проблем. Главное, чтобы человек, которому в этот момент доверено управление, понимал, что он делает. У «Хонды» по сравнению с «Ниссаном» чуть поменьше дорожный просвет. Недостаток этот, правда, очень условный. Для периодических выездов к местам отдыха на природу такого просвета вполне достаточно. А для покорения более серьезного бездорожья существуют специальные автомобили. А у дел кроссоверов доставлять своим владельцам ни с чем не сравнимое удовольствие от практически одинаково комфортного передвижения по дорогам и легкому бездорожью. И «Ниссан», и «Хонда» с этим справляются. Ну, вот, собственно, я думаю, что это можно назвать ответом на вопрос в данном случае. Дальше уже выбор, конечно, за вами. Что предпочесть? Все-таки «Ниссан». Я бы сказал, что если ранжировать «Ниссан» и «Хонду», то «Хонда» все-таки больше рассчитана на движение преимущественно по дорогам с возможностью выезжать на бездорожье «Ниссан». На бездорожье ведет себя гораздо лучше. И у него есть там... Ну, как гораздо? Лучше ведет себя на бездорожье. У него есть много разных полезных штучек. Миллион бардачков, ящичков полезных, опять же, в которых можно все разместить, чтобы, передвигаясь по бездорожью, все эти банки, бутылки с напитками оживляющими не летали по салону. Ну, наверное, на этом закончим про эти две машины, потому что у нас уже появились звонки. Итак, первый звонок в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Город Армавир, Краснорадский край. Зовут меня Игорь. Очень приятно. Слушаем. Да, это Прада 4-литровая и вот Крузер 200, что вышел. Принципиальность, так сказать, различия по ходовым качествам существует сильно или нет? Так, ну, это принципиально разные, скажем так, машины двух разных классов. Я понимаю. Ленд Крузер 200, ну, во всяком случае, как он представлен на рынке, что это автомобиль, который не утратил своих недорожных качеств, который достаточно проходим, оснащен всеми агрегатами, необходимыми для классического внедорожника. Ну, в общем, что я об этом говорю, когда у нас в гостях сидит Олег, я думаю, что он лучше на эту тему ответит вам. Так, а я же согласен, Артем, абсолютно полностью. Ну, поэтому я и передал тебе слово. Был бы не согласен, никогда бы не дал тебе говорить. Ну, L200, автомобиль культовый у поклонников внедорожной езды, реально. Культ полтора года, да, как мы уже сказали? Ну, говорят, что сейчас все немножко придет в нормальное русло, ближе к традиционным 2-4 месяца для японских автомобилей, и к концу лета, вероятнее всего, производитель вот этот ажиотажный спрос сможет сбить. Под салон они готовят такие вещи, поэтому чуть-чуть осталось подождать. Машина спорна с точки зрения дизайна, мы уже с Артемом по этому говорили поводу, и Lexus, и Toyota, ну, видимо, настолько она харизматична, настолько показывает себя вот в тех моментах, которые связаны действительно с реальным бездорожьем. Это действительно так, и здесь нет альтернативы, по сути дела, у поклонников. Плюс ко всему, ну, надежность бренда номер один в мире там по продажам и по качеству. Prada тоже хороший автомобиль, он другой, совсем другой. Вероятнее всего, если вы поклонник как раз активного отдыха, сверхактивного, то здесь выбор очевиден в пользу 200-й машины. Если это вариант более, так сказать, такого гражданского применения, городского, то я думаю, что нужно выбирать Prada. Ну, если не добавлять сюда вопросы имиджа, да, то по вопросам, ну, имидж все-таки LandGruiser 200, это старший брат Prada, поэтому так. Ну, и все-таки это более новый автомобиль еще, по всему прочему, у Prada, потому что когда будет обновляться, ну, это уже как бы следующий этап. Еще один звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, Москва. Здравствуйте. Вот только что показ... Юрий, вы пропадаете. Только что показали сюжет, вот, Nissan X-Trail и Honda. Так. Ваше мнение, как по сравнению с ними ввел бы себя в этой же ситуации Outlander XL? И вообще ваше мнение об этой машине? Ну, у нас на канале как раз был тест этих трех автомобилей, вот конкретно тех двух, которые представлены, были в этом сюжете, плюс это автомобиль, который называется, ну, вот этот в данный момент едет по экрану Outlander, а на канале был тест с участием еще одного представителя вот этой вот платформы, Citroën C-Crosser. Собственно, сравнение стопроцентно корректное, потому что Outlander, Citroën C-Crosser и Peugeot 4007 это по большому счету один и тот же автомобиль, который с небольшими изменениями существует у трех компаний. Когда после Mitsubishi Outlander я сел в салон C-Crosser, я удивился, там даже руль не поменяли. То есть там просто есть изменения. Ну, вот сейчас мы смотрим, как едет достаточно быстро водитель Outlander по неровным дорогам. Я хочу сказать честно, что в этот момент он себя чувствует очень некомфортно. Более того, достаточно боязно за колеса и за подвеску, потому что из всех трех автомобилей он самый, скажем, больше всех похож, ну, если такую цель задать, да, на спорткар. То есть он лучше всех ведет себя на асфальте. Он очень здорово держит повороты, он очень управляемый, там специально даже, в отличие от двух других, есть подрулевые лепестки переключения, которые, например, удобно использовать там на горном серпантине. Но очень жесткая подвеска. Ну, такая действительно, на асфальте это хорошо, машина цепко держит дорогу, но на бездорожье это минус, потому что и Nissan, и Honda, ну, вот, кстати, здесь тоже есть полноприводный вариант переключать вручную, к тому же есть еще функция LOCK, это блокировка, вот сейчас это блокировка межосевого дифференциала. То есть с точки зрения формального, формальной подготовленности к бездорожью, к машине не придерешься. Ну, вот по подвеске, жесткая подвеска, даже не столько дорожный просвет, который у Nissan побольше, чем у этой машины. Вот по энерговооруженности она стоит на одном уровне с Nissan, Honda проигрывает, но по мягкости на Honda можно ездить и чувствовать себя в салоне комфортно, здесь будет трясти. Что-то еще, наверное, есть, что можно сказать, но это я свой передам эксперту. Основные моменты, материал такой хороший у вас, как раз подтверждающий твои слова. Что я могу сказать? Я бы выбрал из этих трех автомобилей, наверное, для езды по городу, либо Honda, либо Outlander, не X-Trail. А действительно, если задача стоит выезжать куда-то за пределы, причем там не на дачу, а на более сложные вещи, то, конечно, Honda, вероятнее всего, уступит X-Trail. Но факт, это факт. А вот Outlander уже на любителя, потому что вот как раз комфорт, перемещение по бездорожью, он определяет как раз, наверное, основные приоритеты, почему люди отдают там действительно культовым внедорожникам свои симпатии. Я ездил по более-менее неровной дороге на Требеке, когда ехал к другу на дачу, а он ехал как раз на L100. Он ехал гораздо быстрее, гораздо комфортнее, и это было видно и со стороны, и потом я говорю, зачем так быстро? То есть я не успеваю. А он говорит, мне комфортно, все здорово. Требека вроде бы тоже такой там кроссовер и по размерам достаточно хороший. С Требека, интересно, в этом плане они очень похоже сделаны по стилистике. То есть эта машина, в первую очередь, городская, с возможностью съехать с дороги, но при этом, поскольку она заточена, в первую очередь, под город, под трассы, то, конечно, нельзя сделать, тут в этом плане компромиссов быть не может. Либо она идеальна в одном, либо она очень хорошо в другом. Вот мягкость подвески, она дает сразу же такое немножко плавание управляемости, но зато на бездорожье без этого не обойдешься. В общем, при страсти рассказали, да, каждый для себя в этом состоянии определит, что ему важнее в данном случае. Ну, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за вашу передачу. Вам спасибо за оценку. Приятно посмотреть. Хотел бы узнать что-нибудь по Kia Sorento, как вот дизельная, турбодизель, как вообще она себя ведет. Что-нибудь такое вот. Или выбрать, может быть, действительно, Honda CR-V, или может, RAV4. А вы какую задачу ставите перед машиной? Как вы ее планируете эксплуатировать? В разных условиях. И в городе, и выезд. Там рыбалка, грибы. Ну, рыбалка рознь. Есть рыбалка, когда нужно доехать. Я выезжаю вот к другу на Рыбинку. Там дорога, конечно, очень отвратительная особенно. Но она есть. Ну, такая, можно сказать, практически нет. Он проезжает туда с трудом. У него 93-й Алан Крузер, 93-го года. С лебедкой. Иногда сам себя лебедкой там вытаскивает в распустицу. Ну, если так, то, конечно, все автомобили чисто дорожные вам надо исключить. Если вам нужно туда доехать. Если у товарища, конечно, нет еще и задней лебедки, чтобы он и вас заодно вытаскивал, то, конечно, нужно будет исключить варианты. Ну, Honda CR-V замечательный автомобиль. Я еще раз готов это сказать. Классно. Но все-таки дорожные. Для вариантов легкого бездорожья. То есть ехать на дачу где-то, в снегу проехать нормально. Вот геометрическая проходимость пока есть. То есть пока не цепляет нищим, мостами за что-то, то она едет. Дальше, если на Land Cruiser приходится пользоваться лебедкой, то, конечно, это не тот вариант. Ну, да я думаю, Олегу передам слово. Вот CR-V, X-Trails, они действительно дают возможность хорошо чувствовать себя в потоке. В городе, комфортные машины, современные. Мне все понравилось и эргономика, которая там есть. Современный дизайн, как бы все идеально. Опять же, мужчина, женщина, если эксплуатирует автомобиль, он такой унисекс. Sorento, больше, наверное, ваша задача здесь подходит, решит тем более дизельные модификации его. Хотя, вот исходя из того, что друг ездит на таком серьезном внедорожнике, я уже не знаю, как там. И встревает. Ну, я не знаю, про Sorento, кстати, ничего не слышал по поводу внедорожных характеристик. Как он едет по бездорожью? Вот проходимость, что там есть? Блокировки, что-то там присутствует? Понижающая передача или что? Эксплуатировал его я в основном, конечно, по дороге. Я практически вообще не съезжаю на такие вещи, которые... Природу любишь. Понял. Да, да. Поэтому там он делает все здорово, но исходя, опять же, из все-таки, наверное, разных сегментов этих автомобилей, хоть практически там одно и то же, Sorento должен решать эти задачи более успешно, чем... Понятно. Ну, собственно, тем более дизельные двигатели. Да. Переходим к следующему звонку. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня конкретно такой вопросик, может быть, немножко некорректный, но... Ну, вы задавайте, мы определим. Вы, кстати, откуда звоните, как вас зовут? Приветствую, меня зовут Николай, я звоню с родинами Деяна Мороза, город Великий Устик. Давайте, некорректный вопрос ваш. Вопрос такой. Хотелось бы вот приобрести внедорожник, так как дороги у нас и по жене, и по лету не очень хорошие, вот Fanyong Cairo Action, точнее даже, вот как вы о нем отзоветесь? С автоматом. Угу. Ну, что, Олег? Ну, если хотите его приобретать, надо приобретать, потому что машина весьма специфична, индивидуальна, по дизайну особенно, она выделяется в потоке. По ходовым характеристикам, ну, особенно как бы по бездорожью, конечно, это не идеальный автомобиль, не идеальный. Все-таки машинка предназначена для другого, опять же, для города и каких-то неровностей, связанных, там, не знаю, переход асфальта в какую-то гравийную дорогу с небольшими, в общем-то, отклонениями от того режима, который дает нам эксплуатация в городе. Бренд достаточно хороший, успешный, дилерскую сеть сейчас формируют, свою собственную Соллерс. Машинка надежная, потому что все технологии основные, которые применяются, они были ранее использованы концерном, там, Mercedes-Benz на своих ML-ах и других автомобилях. Соответственно, достойный выбор в плане того, что как бы вот из корейских брендов на него стоит смотреть, но как вот серьезный внедорожник снова... Ну, понятно. Ну, тут я смотрю, у нас приходят уже вопросы, ну, не вопросы, скажем так, а комментарии от зрителей по СМС. Вот мне интересует, конечно, девушки посмотрели сюжет сейчас, на что они обращают внимание, это отдельная история, но обсудим, я думаю, попозже. Обсудим попозже, но не на машины смотрят почему-то. Не-не-не, даже не целиком. У нас еще один есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это звонит Сергей. Откуда вы звоните там, Сергей? Ленинградская область. Очень приятно, Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Дело в том, что у меня есть внедорожник, пикап китайского производства, называется Фанжи. Так. Во многие центры автосервисы, когда я приезжаю, меня отсюда боливают. А почему отфутболивают-то? Неприятная ситуация складывается, потому что, мне говорят, что китаец, и с вами мы не будем общаться. Китаец. Дискриминация по национальному признаку. А вы в какие-то специализированные сервисы приезжаете? На самом деле нет. То есть никто просто не берет вашу машину в обслуживание? Да, хотя машина на гарантии. А хорошо, кто-то, вот сервис есть какой-то, дирижерский центр, который предоставляет эту гарантию? Где вы покупали эту машину? В Санкт-Петербурге только. И сколько километров получается? Это 200 километров. 200 километров. А межсервисный интервал какой у вас? 5 тысяч или? В смысле пробег? Ну, интервал между сервисами какой? Между техническим обслуживанием? 10 тысяч. 10? Ага. Ну, что можно сказать? С одной стороны, конечно, не обяжешь неофициальный или, скажем так, официальный сервис, не специализирующийся на этой марке, не обяжешь заниматься. У них, во-первых, нет необходимых запчастей. По правде сказать, у некоторых официальных дилеров, которые занимаются обслуживанием этих машин, тоже нет запчастей на китайские автомобили, потому что, ну, скажем так, неполадки со снабжением по запасным частям, по расходным материалам, они были, и, к сожалению, наверное, они еще есть. До конца их победить не удалось. В этом плане, ну, я думаю, что вы смотрели и раньше программы, где мы с Олегом обсуждаем этот вопрос. Тоже есть один момент, на который нельзя не обращать внимания. Покупая автомобиль, подумайте о том, как вы его будете обслуживать, как вы его будете эксплуатировать. То есть, даже если вот эти сервисы согласятся принимать ваш автомобиль, решать какие-то там технические вопросы, вы понимаете правильно, у них, они не знают вашу машину, у них мастера не обучались на каком-то предприятии, который рассказывает, как эта машина устроена, как ее ремонтировать. Более того, у них нет запасных частей на вашу машину. Даже простая элементарная операция заменить колодки превращается, ну, в настоящую головную боль. Поэтому, что вам посоветовать? Ну, как вариант, если, как бы, уже машину купили, подумайте, сколько вам, насколько вам головная боль с ее обслуживанием? Может быть, ее проще продать тогда и купить другой автомобиль, чтобы не продолжать мучиться там и ездить там за 250 километров на техобслуживании? Ну, и если на гарантии, наверное, опять же, китайский внедорожник, будут большие потери при перепродаже, что могу порекомендовать? Абсолютно согласен с Артемом, но, вы знаете, лучше тогда не рассматривать варианты у себя там в районе обслуживания этого автомобиля. Если он у вас на гарантии, надо все-таки заливать бензин и ехать в Питер, обслуживать его. Ну, ехать в Питер, да, 250 километров. Ну, конечно, это не самый удобный вариант. Обычно сервис располагается ближе, но, с другой стороны, вариантов здесь никаких нет. Я бы не стал даже ездить сервис на гарантийной машине, не стал бы даже в тот, который взялся бы обслуживать машину, но при этом не авторизованный. Может быть, как раз дилер, ввиду того, что человек поклонником стал именно их автомобиль, а будет давать скидку на этот бензин туда-обратно? Время уже, наверное, не компенсирует. Эвакуатор будет предоставлять еще, по всему прочему. Ну, переходим дальше к следующему вопросу. Ну, к сожалению, дать вам какой-то ответ, который прямо вот вы услышите, вы скажете, что вот здорово, как я об этом не подумал, здесь невозможно. Ну, либо тогда терпеть, как-то мириться с этим, заложить, что раз там, смотря от вашего пробега, конечно, раз там в два-три месяца ездить в Питер, совмещать с какими-то приятными делами, проходить там техобслуживание. Ну, конечно, если в интервалах машина не ломается. Ну, либо тогда подумать о том, как можно поменять автомобиль на тот, который обслуживать ближе. У нас тем временем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я бы хотел вам задать вопрос. Меня зовут Владимир. Hyundai Tucson, как вот он считается? Хороший автомобиль или нет корейский? Ну, плохих сейчас не делают, мы уже говорили не раз. Хорошо, давайте попробуем сначала у вас узнать. Вы как его собираетесь эксплуатировать? Для чего он вам нужен? Ну, и как бы городской, и как бы за город выехать. Ну, за город выехать именно не там, где ленд-крузер выезжает на лебедки, а какие-то просто проселочные дороги там заснеженные. То есть без, как у нас молодежь говорит, без жести, да? Ну, да, да, да. Хорошо, тогда Олегу право ответить на этот вопрос. Да, решит все ваши проблемы этот автомобиль в плане и в городе, и куда-то выехать. Я так понимаю, что если бы у вас стояли более серьезные задачи, наверное, вы бы описали их. Потому что вот люди говорят, что даже там на круизере тяжело без лебедки передвигаться. Поэтому на такие вещи он в меньшей степени рассчитан, а эти задачи решают прекрасно. Мне нравится, как движется бренд этот в России. И немножко согласен, последние там модели этого концерна все-таки по цене достаточно серьезно отличаются от того. Ты не видел в городе автомобиль как Генезис или Дженезис? Нет, не видел. Я его видел в потоке. Он, правда, еще на таких номерах, на корейских. Ну, и, собственно, сидят внутри представители компании. Я думаю, что так, просто на прощупывание. Пока он один, конечно, это чуть ли не самый сильный автомобиль. Когда их появится больше, там уже появится вопрос эксплуатации. Что там с ним происходит? Пять лет гарантии – хорошо. Ну, опять же, а что входит в эту гарантию? Надо понимать, что пять лет гарантии – это не все по гарантии. Нет. Это есть определенные детали, на которые пять лет гарантии. Но это не значит, что все, что сломается в течение пяти лет, будут чинить. Поэтому тоже надо смотреть внимательный договор и понимать, на что эта гарантия на пять лет, а на что, собственно, на что не так все. Ну, при прочих равных, мало производителей дает такие вещи. Там европейцы, они вообще ограничиваются там двумя годами, что, на мой взгляд, несерьезно. Ну, это же вопрос маркетинга. На самом деле, можно дать и пять лет гарантии. Просто таким образом ты получишь гарантию, что этот человек будет ездить в твои авторизованные центры. Совершенно верно. И вот на тему Hyundai, вот этой марки, да, или Hyundai, вопрос еще в том, что у Hyundai проблема была с тем, что у нас традиционно марки, которые в страну заводятся давно, имеют традиции, имеют кучу неофициальных сервисов. Ну, полным-полно. Приезжаешь, тебе ремонтируют. А у этой марки нету неофициальных сервисов. Поэтому люди, которые, купив себе там недорогой автомобиль ГЕЦ, прошла гарантия, а где его потом обслуживать? Либо у дилера по дилерским ценам на новый автомобиль, либо нигде. Поэтому вот в этом плане гарантия пять лет, ну, я считаю, что достаточно адекватная. Интересное предложение. Оно еще и увеличивает как бы покупательскую любовь к этой марке. Ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Тожок. Очень приятно, Виталий. Слушаем. Меня волнует вот такой вопрос по поводу нового Mitsubishi Outland. Есть коробка вариатора CVT 2.4 двигатель и 3.0 автомат. Как вообще пакетники лучше брать вариатор или автомат? Вот нет однозначного ответа на этот вопрос, на самом деле. Вариатор, ну, мы уже говорили об этом. Как бы под разными углами подходили к вариатору или к автомату. По большому счету для человека, сидящего в машине, да не так принципиально, что там происходит. Вариатор имеет один плюс перед автоматом, что это бесступенчатое переключение передач. То есть если в автомате, в автоматической коробке пишут, что там и семь ступеней может быть, да, то в вариаторной коробке ступеней столько, сколько вам хочется абсолютно. То есть это постоянная смена передаточного соотношения. И то есть это безрывковое переключение. Двигатель все время разгоняется на самом оптимальном своем рабочем режиме. Потому что он разгоняется. Вот у него есть крутящий момент на 4 тысячи максимальный. Можно на 4 тысячах разгоняться, он будет ехать. Это вот с точки зрения вариатора. Раньше были проблемы, не могли большую мощность передавать через вариатор. Но сейчас эта проблема уже решена, в общем. А так, не знаю, может, есть какие-то личные наблюдения, что у нас лучше. Я вообще не ставил бы вопрос на паркетнике, что выбирать, вариатор или обычную коробку. Здесь принципиальная разница, по-моему, в двигателе в объеме 2,4-3 литра. Современные коробки действительно хорошо, особенно у Mitsubishi, сопрягаются с двигателем. Поэтому здесь вот как комфортно, как вы привыкли ездить. Понятно, что трехлитровый автомобиль ведет себя более динамично. Но, наверное, здесь и расход топлива посерьезнее, и там налоги, которые вы должны отчислять в течение года. 2,4, мне кажется, очень удачный вариант. То есть, если вы там не гонщик, не требуете от своей машины каких-то таких скоростных характеристик, то я бы остановился более дешевым. Ну, тем более, трехлитровый двигатель вот именно на этом автомобиле мне показался уж слишком прожорливым. Это мое мнение. Даже при спокойной езде получается, что это больше 18 литров. Ну, на мой взгляд, при габаритах, при мощности. Мощность скромная, с трех литров снято 211 сил, по-моему, 218. Ну, все равно расход такой немножко с перебором. У нас, сейчас мы чуть позже перейдем к вопросам, которые присылают нам по СМС. Из Ростовской области нас просят рассказать об автомобиле Nissan Qashqai. Хотят купить, просто как машина. Ну, собственно, к сожалению, много сейчас людей хочется сказать. Ну, не знаю, к счастью, к сожалению, очередь просто на эту машину тоже есть. Но сейчас обсудим. А пока у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Подскажите, пожалуйста, вот как мне определиться между Pajero и Pathfinder? Какие плюсы и минусы у этих машинок? Pajero и Pathfinder. Ну, для чего вам машина, если не секрет? Откройте там. Машина? Ну, не то, что для чего она вам, да. Как вы ее собираетесь эксплуатировать? И в городе, и на рыбалку на охоту. На рыбалку прям серьезно на охоту? Прям серьезно. Ну, я имею в виду про охоту. Спрашиваю вас, как бы это доехать до места охоты? Или вы еще, как бы, собственно, на этой машине охотитесь? Заехать в лес. Заехать в лес далеко. Ну, не такое бездорожье, чтобы лебедкой тягаться. А чтобы можно было проехать без лебедки. Понятно. Ну, собственно, Олегу слово. Такие задачи решают оба автомобиля. И Mitsubishi Pajero, и Pathfinder. Pathfinder, мне кажется, будет менее комфортен, наверное, как вот вариант там с городского автомобиля. Все же заточен он, наверное, как бы под больше такую внедорожную езду. Пajero будет и там хорош, и там хорош. Но вот в городе, вероятнее всего, выигрывать будет. Мне так показалось. Ну, по уровню оснащенности он более просто роскошный. Если смотреть там и по материалам, и по оснащению, он более роскошный. Единственное, что, когда вот я ездил на Pajero, в четвертом как раз, да, вот я смотрел на него со стороны и понял, ну, вот жалко на него будет бездорожье выезжать. Потому что он настолько, кажется, ну, он действительно такой типичный городской автомобиль, несмотря на то, что все внедорожные качества, да, они присутствуют в полной степени. При этом все-таки он такой полированный и достаточно низкий. Вот я так думал, ну, жалко будет ободрать. Но, тем не менее, он это может, да, и мы это как бы проверяли, он в состоянии справиться с такими задачами. Ну, и если мне память не знает, Pajero у нас дороже, чем Pathfinder. По-моему, очень близко оно по цене. Вот где-то совсем недалеко и точно не помню. Сейчас хорошее предложение, опять же, по Pajero, совсем они рядышком. Нельзя сказать, что здесь вот разница какая-то в деньгах есть. Наверное, разница есть, опять же, в дилерской сети, в разных импортерах. Одна группа компаний Rolf, другая как бы Nissan Motor Rus. То, как движется Nissan в последнее время, вызывает, в общем-то, уважение. И многие их машины востребованы на нашем рынке. Ну, вот как раз переходим к этим машинам, собственно, Qashqai. Этот вопрос сейчас интересует многих, ну, как бы, к счастью для компании, к сожалению, для тех, кто стоит в конце этой очереди. Что можешь сказать про этот автомобиль? Ну, уже говорил, его я увидел года два назад на салоне парижском как раз. Вы знаете, вот есть машины, которые однозначно, когда первый раз увидишь, даже на стенде, не как бы там в обычных условиях на улице, на дороге, сразу понимаешь, что да, он обречен на успех. С точки зрения дизайна, он безупречен, на мой взгляд. То есть, такой как бы бесспорно нравится большинству. Ну, как, собственно, изначально создавался автомобиль. Для того, чтобы нравиться, ну, если не всем, то многим. Машинка смотрится гораздо больше, чем она есть на самом деле. Именно вот на этой платформе построенная. То есть, вроде бы, кроссовер, внедорожник, джип даже его могут называть. Соответственно, характеристики для города и для бездорожья того, которые нормальные, абсолютно идеальные, поражает цена. Он, опять же, вот при всей этой гармоничности хорошо спозиционирован. То есть, конкурентам, которые сейчас выходят на рынок, и у них немножко другие все-таки автомобили. Там тот же Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, кто там еще выходит, там, ну, Q5 или там, ЖЛК. Совсем другой сегмент, в принципе. Ну, задачи одни и те же. Все ориентируются сейчас на ценовое предложение, которое сделал Nissan по Qashqai. То есть, когда там это диапазон, там, 23-4 тысяч, там, 34-х, с богатым вариантом привода, с системами различными, там, мониторчиками, то это все здорово. А вот когда там, например, Kuga стартует 860 тысяч, это уже немножко, ну, людей отталкивает, что ли, воспринимать ее так же позитивно и однозначно, как, например, Qashqai. Поэтому успех его заслужен. Собственно говоря, если у вас есть возможность там и время ожидать, то нужно записываться в очередь и покупать машину. Ну, а что говорят по поводу очереди на Qashqai? Очередь на Qashqai, конечно же, меньше, чем была там при старте продаж или даже в прошлом году. Я думаю, что если постараться, то в течение полугода автомобиль можно купить. Это, ну, относительно небольшая очередь, учитывая, что поставки автомобилей, когда вот на вас не планировали, так сказать, контрактом с предыдущего года, они имеют срок ожидания там от двух до четырех месяцев, в общем-то, это нормальное для многих концернов-производителей. Вы знаете, все большее, что опять же говорит о том, что рынок немножко меняется, то есть, да, безусловно, он там идет все-таки хорошим ростом, в районе 40-50% по итогам там вот пяти месяцев работы. Но, тем не менее, вот такие автомобили, как Qashqai, если раньше они были практически недоступны, там полгода, год, даже близкие друзья-дилеры говорили Qashqai, Qashqai нет, Qashqai нет, не можем. Не продадим. Да, то сейчас есть варианты, когда их можно приобрести, что говорит о том, что... Ну, что все-таки ситуация движется, лед трогается. Да. Ну, чуть позже мы поговорим о машине, о которой, раз уж ты завел речь, о Fordi Kuga, попросим еще сюжет посмотреть. А сейчас мы пока перейдем к нашим звонкам, у нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, Валерий Городович. Очень приятно, Валерий, слушаем. Очень внимательно смотрю вашу передачу, спасибо большое. Вам спасибо. Toyota Prado и Lexus GX470. Склоняюсь к пользованию Lexus. Что посоветуете? Ну, собственно, тут, по-моему, в вашем вопросе заложен ответ. Автомобили, насколько я понимаю, абсолютно равнозначные. Только, ну, скажем так, давайте рассматривать Lexus как более богатую комплектацию того, что вы, как бы, Toyota Land Cruiser Prado. То есть, что там еще? Toyota, как и Lexus, в общем-то, не дает право выбора глобального потребителю там в комплектации, как, например, европейские их коллеги, конкуренты. Но Lexus подчеркивает это тем, что у нас уже всегда максимальная комплектация. То есть, если у Toyota есть там R1, R2, R3 какие-то комплектации, где определенный набор опций, они считают, что для этого рынка, для этого сегмента он наиболее востребован. Наверное, это правильно, потому что глобальная статистика показывает о том, что человек выбирает вот именно эти опции и готов покупать. Конечно, есть какие-то, как бы, отклонения, всегда можно решить с помощью, там, магазина аксессуаров дополнительного тюнинга у того же официального дилера. Но, в общем-то, они такие... Люк, например, врезать там, где его нет, нерешаемый вопрос. Вот, слушай, ну, если в комплектацию не заложена такая история, то вопрос нерешаемый. Но, тем не менее, это общая практика и на Toyota, и на Lexus. Да, вот, соответственно, вы в одном случае будете работать с премиум-сегментом и с логотипами, ну, более, что ли, уважаемые, а не статусные. Это Lexus, и, собственно говоря, абсолютно такой же автомобиль. Может быть, нет каких-то опций роскоши, но по характеристикам такой же. Собственно, как автомобиль, да, они абсолютно идентичны. Если у вас все-таки хватает денег на то, чтобы задаться таким вопросом, купить себе Lexus, ну, конечно, Lexus, потому что он просто богаче оснащен, это более, как бы, престижный бренд, и... Ну, это просто богаче оснащение внутри больше опций. Того, чего, в общем, в Toyota, Land Cruiser, Prado даже опционально, ну, как мы уже решили, то, что опций там немного, опционально, тем более, что не закажешь. Ну, переходим, как бы, к разговору про Ford Kuga, да. Да. Автомобиль, который был заявлен, его долго ждали, все ждали, что же Ford такого покажет, как, в общем, собственно, ответ, наш ответ Чемберлену из компании Nissan. Автомобиль, как я понимаю, в цене не совсем конкурент Nissan и Qashqai. Ну, да, старт продаж, по-моему, 860 тысяч, двухлитровый дизельный мотор, механическая коробка передач. Вот здесь вот тоже есть нюанс, как бы, для Европы, конечно же, механика, она более востребована, они не очень сильно переживают насчет автомата. Топливо дорогое, сейчас оно примерно полтора евро за литр, да, страна и страны европейские, они, как бы, более, там, богаты по доходу населения, по уровню жизни, тем не менее, полтора евро за литр, это достаточно высокая цена. И они любят экономить, считать, там, те же немцы, французы, для них не проблема выбирать механику. Наверное, это обусловлено тем, что именно этот автомобиль приходит к нам на ручной коробке передач и в такой комплектации. Дизельный мотор тоже, опять же, вполне понятен, то есть, экология, они там все помешаны. Экология и экономия. Да, совершенно верно. Для нашего рынка немножко спорный вариант, потому что автомат, бензин, вот, наверное. У нас, я так понимаю, что мы в этом плане ближе становимся к американскому рынку. У нас появилась возможность выбирать, у нас и девушки, и некоторые юноши с удовольствием оценили возможность левой ногой вообще ничего не делать в машине. То есть, автоматическая коробка, едем, отдыхаем, получаем удовольствие. Ну, да, то есть, с этой стороны, конечно, не хватает автоматической коробки для того, чтобы быть, ну, чтобы нравиться, как мы говорили про Кашкай, абсолютно всем. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Игорь, у меня вопрос к вашему гостю. Задавайте. Я хотел бы услышать его мнение о Land Cruiser 105-й модификации. По эксплуатации, вообще, как бы, по характеристикам, по всему, что думает ваш гость. Спасибо. Ну что, поставили тебя в угол вопрос? Да нет, собственно говоря, я ничего плохого про Toyota, Lexus, совсем ничего не могу сказать, абсолютно. Потому что, действительно, у меня есть много друзей, которые исповедуют активный образ жизни. Он совсем мне как-то вот чужд. По тебе не скажешь, вид очень спортивный, не знаю, зачем ты влюбленяешься. Действительно, я бы предпочел там гостиницу, даже не очень хорошую, чем вот ночевать в палатке. Чем очень хорошее болото. Да, и это образ жизни. По ходовым характеристикам, по, наверное, тому, что ты ожидаешь от этого автомобиля на бездорожье, идеальная машина. Мне основа, как бы, Land Cruiser показался не моей машиной, учитывая его размеры, учитывая то, что на скоростях там больше 120-130 км в час, чувствуешь вот эту вот мощь, которая не очень хорошо управляется. Что бы ты хотел чувствовать на скоростях? Кстати, ездишь с запрещенной в нашей стране скоростью, 120 км еще где-то можно, там, за счет 10-километрового у нас нетарифицируемого нарушения, 130 нарушаешь уже. Я раньше гораздо ездил как раз на этом автомобиле, то есть это не последние законы, это не последний. Ну да, раньше это все можно было. Да. Вон, не буду отвлекать. Да. Опять же, при торможении ты чувствуешь, что автомобиль ведет себя по-другому совершенно, чем там машины, которые как раз кроссоверы, паркетные внедорожники, где и торможение ближе к легковому, и управление, да и, в принципе, вот посадка. Это большая машина, но, видимо, люди, которые ее выбирают, это два варианта. Либо вот действительно активный отдых и понимание того, что практически идеальный автомобиль в этом направлении, культовый, как я уже говорил, либо второй вариант – это большой, статусный, и, собственно говоря, он показывает, что вы серьезный человек. Понятно. Ну да, не шутите. Из Краснодарского края пришел к нам вопрос по СМС. А какого вы мнения о Саньонг Кайрон? Похож ли он на внедорожник? Ну, на мой взгляд, похож, но такой страшненький внедорожник. Что ты можешь сказать на эту тему? Ну вот, если рассматривать с точки зрения дизайна, то как-то вот общие черты я нашел в BMW X6. Да, ты имеешь в виду по срезанной задней стойке. Да, какой-то вот срезанной задней стойкой, да и впереди. По-моему, впереди они не очень похожи. Да, да, но с другой стороны какие-то вот отдельные варианты читаются. Просто у BMW сделаны гораздо симпатичнее, на мой взгляд. Ну, то есть это сейчас компания BMW уже ворует идеи у корейцев? Ты вот не знаю. Не знаю, но в общем, что-то есть. Потому что оно же должно разрабатываться было там не сегодня, позавчера, а там 2-3-5 лет назад это все должно было рисоваться. Поэтому, наверное, какие-то мысли в дизайне бродили вот в этом направлении. Как внедорожник, ну, уже отвечал, собственно говоря, не супер внедорожник он. Все те же задачи решают, что и обычные паркетники, кроссоверы, соответственно, на более сложных там участках, когда вам нужен именно внедорожник, другой сегмент автомобиля совершенно. Вот, кстати, Артем начал программу с того, что огласил результаты конкурса внедорожник года. Если вы более внимательно отнесетесь к ним, то есть вариант, который вот эксперты, мы все ездим на эти тест-драйвы, отслеживаем автомобили, и критерии более-менее там одинаковые, и как бы машины чаще пробуем. И здесь вот мнение жюри, оно, в общем-то, как бы универсально для журналистской, наверное, ну, журналистской тусовки, что называется. То есть, как бы согласен я с большинством вот решений, хотя мы в жюри не принимали участие, не оценивали эти автомобили. А вот мнение уже потребителя, оно либо совпадает, но тогда как бы нет вопросов по этому автомобилю, ни по позиционированию, с точки зрения там маркетинга, рекламы. А вот действительно машина вот как вот сделали ее, так она и есть. И жюри большое, и жюри профессиональное, они одинаково рассматривают вот именно эти характеристики как наиболее яркие. А есть варианты, когда совсем разные решения, вот где-то вот было диаметрально противоположные автомобили, я заметил, что это... Вольво и BMW X90 и BMW X5. Да, разные машины, совершенно разные машины. Одна фантастически управляется, и равных нет, и, пожалуй, вот что можно сделать идеальнее в таких размерах, я не знаю, честно скажу. Хотя не поклонник BMW, а вот XC90 спокойный, некриминальный, интеллигентный, можно оставить у дома, не владея там каким-то гаражным местом, либо парковочным местом, которое охраняется, семейный автомобиль. Для тех, кто вот в меньшей степени ориентируется на логотипы, какие-то вещи, много опций и всяких вот таких деталей и нюансов, которые именно подчеркивают его семейность. И, опять же, позиционирование концерном, в том числе и в России, как премиальный бренд, как, в общем-то, тоже из той серии, BMW, Audi, Mercedes, Lexus, мы тоже. Там же доказывают, что, вероятнее всего, движение абсолютно правильное, и потребитель реагирует на этот автомобиль вот таким вот образом. Понятно. Ну, тоже от потребителей у нас вопрос еще есть, спрашивает у нас телезритель, что вы можете сказать о внедорожнике «Тигр» и продают ли его в частные руки, интересуется Александр из Тольятти. Да, его в частные руки продают, другой вопрос, покупают ли его в частные руки, но среди покупателей есть такие, например, люди, как известный из Борец Карелин, по-моему, там Никита Михалков себе купил. Естественно, главный специалист по чрезвычайным ситуациям вроде как тоже такой приобрел автомобиль. Ну, не будем говорить, у нас есть сюжет на эту тему, как раз про автомобиль «Тигр». Итак, смотрим сюжет. Вот он, брутальный красавец. В таком, самом облегченном исполнении, полувоенном, он весит 5,5 тонн. Военные, бронированные, он весит до 7, а те вариации, которые выпускаются для гражданских, весят порядка 6,5 тонн. То есть сразу очевидно, что это не легковые, это даже грузовые права. Хотя и «Хаммер» тоже в скором времени перейдет уже в грузовую категорию. Выглядит, мягко говоря, внушительно. Размеры его впечатляют. И таким же внушителем должно быть то, что содержится здесь под капотом. А под капотом стоит всего лишь рядная дизельная шестерка «Каминс». Правда, объемом 5,9 литра с промежуточным интеркулером. Но, тем не менее, лошадиные силы тоже вроде бы как не впечатляют. Это всего лишь 180 лошадиных сил. Сейчас ставятся другие моторы. Это уже 215 сил. Но, тем не менее, многие паркетные внедорожники, кроссоверы, сейчас уже перешагнули за отметку 200. Вроде бы, насколько это мало для такого громадного автомобиля. Да, конечно, многое в салоне этого автомобиля умиляет. И этот пластик, и эти приборы, и эти кнопки, и оформление места для коробки, для рычага коробки переключения передач. Все это наводит на мысль о том, что это «Made in USSR», сделано в Советском Союзе. Но давайте не будем забывать, что это всего лишь прототип. Даже в вооруженные силы сейчас идут более совершенные машины. А в частные руки попадают практически вообще эксклюзивные варианты. Даже очень серьезным тюнингам вряд ли удастся скрыть военное предназначение «Тигра». Боевой характер все равно будет проступать наружу, как кобура из-под пиджаков сотрудников штатского. Но в нашем случае это скорее плюс. Что ты находишься в военной машине без всяких преувеличений, понимаешь сразу. И понимаешь не по пресс-релизам, а по вот этим вот бойницам, по передним, таким суровым стеклам. Чувствуешь себя как в летающей крепости. Несмотря на то, что максимальная скорость, до которой нам удалось разогнать этого монстра, всего 100 км в час, но чуть больше. При этом мы как будто летели над неровностями дороги. В салоне тишь и благодать. Немногим современным роскошным внедорожникам такое подсело. Так что говоря о некоторой вальяжности на обычных дорогах, нужно понимать, что это плата, причем не такая уж и высокая плата, за потрясающее поведение автомобиля там, где дорог вовсе нет. Даже при движении по пригородным трассам, которые у нас не принято очищать от наледей снега, такая мягкость оказывается абсолютно не лишней. Ну и пару слов о цене вот этого вот. Язык не поворачивается назвать автомобилем, потому что на самом деле это гораздо больше, чем просто автомобиль. Стоит он чуть меньше 60 тысяч долларов в таком вот голом исполнении. В самом Нижнем Новгороде считают, что это, конечно же, безумно дорого. Но наивные люди. За 60 тысяч сейчас покупаются автомобили практически среднего класса. Абсолютно без всяких наворотов. Такие же, как все, которые затеряются в потоке в первую же секунду, как только выехали из автосалона. Вот эта машина не затеряется никогда. А сколько нужно добавить к стартовым 60 тысячам, чтобы из военного броневика создать эксклюзивный роскошный внедорожник? Это уже каждый решит сам для себя. Я думаю, пределы фантазии, как и бюджета многих потенциальных покупателей практически не ограничены. Ну, а для тех, у кого нету даже 60 тысяч долларов, особенно это касается молодых людей, но тем не менее, очень хочется, если прокатиться на такой машине, то есть один абсолютно бесплатный способ – пойти в армию. Ну, в армию, я думаю, что ходить ради того, чтобы ездить на этой машине, может быть, не самый лучший вариант. Единственное, что можно добавить еще к этому, да? Все-таки надо понимать, что он мягко едет, очень здорово справляется с неровностями и даже, я бы сказал, с ухабами. Пролетает их просто не замечая. Но тем не менее, надо понимать, что не только по категории в правам, но еще и по ощущениям от управления этого автомобиля – это действительно грузовик. Вот настоящий такой хороший, брутальный, но все-таки грузовик. Ну, а пока у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Хотелось бы узнать сравнительную характеристику Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery 3. Третий вы имеете, да, Discovery? Да, третий Discovery. А где вы живете, как его зовут? Эдуард Башкирия. Башкирия. Хорошо, спасибо за вопрос. Олег, что советуем Эдуарду? Мне показалось, что Land Rover Discovery на бездорожье более комфортен, чем Prado. Я вообще, когда вот на таких неровностях, которые для меня приемлемы, я знаю, что действительно в такие условия я могу попасть сам. То есть, это там никакие не лебедки, не охота, не рыбалка, а просто бывают такие у нас дороги там, опять же, за пределами Московской кольцевой дороги. Вот он очень комфортен. То есть, ты едешь на легковом автомобиле, который полностью берет на себя все задачи по комфортному передвижению тебя в автомобиле, там, я не знаю, 70-80 тысяч долларов. На Prado я не съезжал на такие вещи. Соответственно, думаю, что при прочих равных условиях, наверное, он будет вести себя менее комфортно. Дизайн – спорная вещь, потому что более универсальный, наверное, более такой современный дизайн все-таки у Prado. Land Rover – это классика. Безупречно то, что Toyota выигрывает по всем параметрам в надежности. В надежности, да. Вот об этом тоже нельзя не сказать, потому что с Discovery 3 были проблемы. Надеюсь, что они все-таки решаются. Ну, переходим дальше к вопросам. Если я не ошибаюсь, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Подмосковья. Очень приятно. Да. Вот я хотел бы спросить. Дело в том, что в последнем журнале «Купи авто» я вычитал, что Nissan Murano 3,5 литра на 100 километров в городе расходует 12 литров бензина. Ну, а вне города 10. Разве это правда? Да, когда я читал, там где-то 18 литров. Ну, эти цифры были... Nissan Murano будет, расскажите. К вам вопрос, не отключайтесь пока. Эти цифры были написаны как бы со слов журналиста, что он ездил на этом автомобиле? Или это просто некая таблица сводная? Эта сводная таблица в конце журнала идет. Я понял. Все, тогда все понятно. Я один раз путешествовал на автомобиле с объемом двигателя 5,2 литра. И на скорости, вот как Олег ездил 130 километров в час, он расходовал у меня 3 литра на 100 километров бензина. Проблема была в том, что у меня сгорела автоматическая коробка передач, и я ехал на шнурке, как бы за впереди тащащие меня машины. Вот при таком движении у меня получалось, там, компьютер мне показывал 3 литра на 100 километров. Примерно таким же образом можно достичь расхода в 12 литров, но поймите правильно, что в данном случае это не какая-то ошибка журналиста или, скажем так, недобросовестность людей, которые представляют свою машину с такими характеристиками. Есть некий стандарт, я не помню, как он называется, стандарт проведения испытаний на расход топлива. По этому стандарту автомобили показывают вот такие вот фантастические цифры расхода. Вот сколько... Не проблема, абсолютно не проблема, чтобы каждый понимал, да, вот цифру эту берешь, которая там написана 12 или 13, абсолютно не проблема в городском режиме при очень темпераментной езде, умножить эту цифру на 2. Но это будет уже, скажем так, не так просто сделать, это действительно должна быть динамика сумасшедшая. Реальность, реальность, она куда ближе, я не помню точно. По-моему, где-то под 20 она и есть, под 18. Не помню точно свой расход, когда я ездил на Мурана, но думаю, что все-таки это характеристики, технически предоставленные производители. Производитель тоже, я говорю, не из головы придумают, есть некий способ тестирования. Но он там близок к идеальному. Да, просто ездить при таком расходе нельзя, потому что по городу в любом случае это пробки, это разгоны, светофоры, 12 литров, ну это некая идеальная ситуация, которая в жизни, к сожалению, невыполнима. Но это майские праздники, город абсолютно пустой, из любого конца города ты добираешься там за 20-30 минут до другого. Светофоры всегда зеленые, едешь все время в таком режиме, что педаль газа практически не трогаешь. Мы проводили когда эти испытания по минимальному расходу топлива, действительно, педаль газа, вот ее трогаешь только мысленно, главным образом. Вот тогда получается тот расход, который заявлен производителем. Но здесь никакого, скажем так, нарушения нету, потому что, ну, все так договорились измерять. Да, другое дело, что надо бы предупредить еще людей о том, что мы именно так измеряем. К сожалению, у нас эфир уже подходит к концу, осталось 5 минут, поэтому мы буквально в темпе марша вернемся к вопросу о том, что у нас есть из СМС-сообщений, которые к нам пришли. Так, из Саратовской области спрашивают о Тойоте FJ Cruiser. Ну, ничего вам не могу сказать, Сергей, потому что это, ну, как бы, кроме того, что это попытка сделать такой, как бы, Хаммер тоже, да, некий брутальный автомобиль, больше ничего об этом не могу сказать, официально не поставляется. Так, в Московской области хотят купить Infiniti QX56, просят рассказать. Расскажешь? Да, надо брать. И цена, и бренд очень достойный. Отделка японских автомобилей по сравнению с европейскими, ну, все-таки есть нюансы, кто долго эксплуатировал, и те, и другие. Казалось бы, все здорово, все отделано очень хорошо, высококлассно, но на самом деле она отличается. На мой взгляд, Infiniti одна из компаний, которая ближе всего подошла по внутренней отделке к тому, что вот действительно при данной цене можно сделать. Собственно говоря, очень хороший автомобиль. Понятно. Так, Ольга из Москвы спрашивает про Infiniti EX. Что ты слышал про него? Я видел его в Пекине, симпатичный автомобиль, ну, вы знаете, вот опять же, конкурент все тем же Tiguan, Q5, ЖЛК, то есть туда, туда прицел. Я думаю, что будет пользоваться спросом, потому что, вероятнее всего, японцы предложат очень хороший вариант цены, оснащение хорошее. Это из недостатка бросилось в глаза, ну, как бы вот машина стоит там на подиуме, по-моему, очень маленький багажник. То есть вот здесь вот у всех конкурентов он побольше, а если мы берем там для девушки, для жены ездить, то, вероятнее всего, это либо дети, либо покупки, и багажник хотелось бы, чтобы был бы побольшего размера. Так. Понятно. Ну, дальше еще у нас вопрос от Юлии из Москвы, просит рассказать о новой Мазе. Юленька, с удовольствием расскажем, когда Мазда 6 будет у нас с недорожником. Сегодня у нас тема посвящена полноприводной технике, поэтому не обессудьте. Так, дальше у нас уже вопросы такие, на которые можно ответить одним словом, хорошо или нехорошо, да, потому что времени все меньше. Так, Nissan Qashqai, это мы обсудили, Mitsubishi Pajero Sport. Машина, которая давно уже не меняется, Pajero обновился, Mitsubishi Pajero Sport, по-моему, не претерпел никаких изменений, что о нем можно сказать. И сразу тогда, раз уж мы начали говорить о Mitsubishi, то это еще просто Pajero 4 интересует Михаила из Ямал-Ненецкого округа, что в плане надежности по этому автомобилю. Sport автомобиль, вот действительно, который вот эту вот добавку в виде слова спорт в модельном ряду у Mitsubishi, он полностью отрабатывает. В связи с этим он достаточно жесткий, некомфортный, по, так сказать, характеристикам эксплуатации, да все в порядке, надежность очень хорошая. То, что концерн так долго не меняет его, не говорит о том, что у них нет разработок в этом направлении, говорит, что модель действительно успешна, она берется, покупается, соответственно, у нее есть своя аудитория. Вот если нужен и внедорожник для такого более-менее серьезного бездорожья, и тем не менее, кстати, вы там, что называется, активный достаточно за рулем, ну вот мне показалось, что очень хороший вариант. А по комфорту совсем мне не понравился. Ты имеешь в виду спорт. А теперь про Pajero 4 по надежности. Я не слышал про отзывов. Я думаю, что это некая общая ситуация по марке Mitsubishi, что здесь каких-то резких пиков вниз или вверх быть не может. В среднем, ну, как бы надежная машина, не вызывающая проблем. То есть я не слышал о таких вещах, что владельцы Pajero 4 в очередь выстраиваются в сервис на обслуживание. Так, из Ростовской области нас, зрители, интересуют, что комфортнее, BMW X5 или Infiniti FX? Ну, если с точки зрения оснащенности по комфортам, по средствам всяким активного развлечения, то, конечно, X5. Если с точки зрения комфорта именно по подвеске, то я думаю, что машины примерно на одном уровне находятся. Они достаточно жесткие, ну, поэтому и неплохо управляемые. Не знаю пока, правда, про новый FX, который появился уже на каком-то конкурсе, заслужил звание самого несимпатичного автомобиля, который был, что странно, да, потому что предыдущий он как раз своей внешностью всех пленил в самом начале. Ну, на этом все. К сожалению, еще очень много вопросов осталось неотвеченных про внедорожники. Но будем возвращаться к этой теме еще раз. А на сегодня, напомню, это все. У нас в гостях был Олег Доскев, эксперт автомобильного рынка, который знает про машины все, даже про машины по формуле 4х4. Ну, на этом все. Мы прощаемся с вами. До свидания. И до новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода.